А вот ты шампанское, например, пьешь? Шампанское я люблю пить, конечно. Ты любишь пить шампанское, да? Да. А какие сорта шампанского ты любишь пить? Советское шампанское, крымское. То есть советское шампанское, крымское, это все, что ты можешь пить, да? Нет, я могу пить некоторые другие вина шампанские. Пойдем сюда. Ну, тут же произнают счастье. Да, произнают. А вот дом перион, шампанское, кристалл. Ты такое не пьешь? Ну, во-первых, шампанское, оно практически есть только французское и крымское. Нет, ну практически есть только французское. Практически, если уже так говорить. На самом деле, крему, настоящее шампанское, тоже делают. Да. Ну, там, не знаю, как пришел, там, с ними договорился, но это настоящее шампанское. Ага. Настоящее шампанское, это когда, допустим, стакан налитый стоит всю ночь, а утром ты по нему щелкаешь, и вот опять идут эти пузыри. Нет, это не настоящее шампанское. Нет. Настоящее шампанское, это то, которое сделано в шампании. У меня есть такие сведения. Какие? Что шампанское, это не газированное вино. А там есть, ну, какие-то, может, даже бактерии. Я точно не знаю. Но эти пузыри идут, если ты нальешь типа шампанского газированное вино в стакан, то оно ночью, если простоит, то там пузырей уже не будет. Ну, как газированная вода. Или, ну, газированное вино. А настоящее шампанское, это да, оно делается действительно в шампании. Ну, а какие шампанские у тебя дома есть? Ну, у меня дома нет никаких шампанских. Почему? Вот смотри, ты шампанское пьешь, да, а дома ничего нету. Я пью только, если шампанское, то натуральное шампанское, ну, вот, которое не газированное, а которое... Ну, ну, что, раз еще что повторять, как оно делается. Я не знаю, как оно делается, но это не газировка. Ну, хорошо. Ну, у тебя шампанское дома есть? Нет. Почему нету? Ну, потому что у меня на это нету денег. Почему у тебя на это нету денег? Ну, как-то получается или пить шампанское, или зарабатывать деньги. Я зарабатывать деньги не умею, но пить шампанское я умею, но вот это как-то эти моменты не совпадают. Ну, ты бы заплатил за шампанское, например, ну, 300 евро за бутылку. Ну, если бы у меня были такие деньги, ну, хотя бы было бы у меня, допустим, ну, раз в 20 больше, чем 300 евро, то я бы заплатил. Да, ну, то есть, вот, как бы, по соотношению, так сказать, того, что я имею, и, как бы, я бы тогда потратил. А вот смотри, у многих людей есть даже не в 20 раз больше, а даже, я думаю, в 100 раз больше, они все равно не покупают такое шампанское. Почему? Ну, потому что, допустим, есть, допустим, 5 моментов, которые мешают человеку делать карьеру. Если ты работаешь в фирме, первый момент. Не надо сидеть дольше положенного на работе времени. Так. Потому что директор фирмы подумает, что ты плохо справляешься со своей работой и делаешь эту работу, которую ты должен делать, ну, в течение 8 часов, ты еще сидишь один час, может, выслужиться хочешь. То есть, ну, это как, ну, этих коричневых, а я же художник, у меня же нет, я же не работаю в фирме. Поэтому, ну, как бы, у меня могут быть деньги, а может, не быть денег вообще. Хорошо. А вот такой вопрос. А вот ты считаешь, шампанское, вот, настоящее французское шампанское, это вот все надуманно, или все-таки оно стоит этих денег? Настоящее французское. Ну, стоимость зависит от покупательного спроса. Ага. Сколько оно стоит, неизвестно. Ну, то есть, его, цена производителя, это же, ну, это же элементарная вещь. Ну, наверное, стоит. Если его покупают, даже работники фирмы. Не всегда, но иногда. Ну, а что вообще еще можешь вот рассказать мне, что-нибудь? Вот, как тебе живется в Швеции, вот расскажи, нормально тебе здесь? До тех пор, пока я живу, то нормально. Ну, вот как тебе, финансово нормально здесь или нет? Ну, у меня в релогах картин завелось много пауков. У меня с моей внучкой зашел такой разговор. Я взял колоду. Ну, вот колода лежала на улице, березовая. Ага. Я ее занес в дом и сделал из нее столик. Внучка ее подвинула, а под ней оказался жук. Не тарака, а она такой жук, настоящий лесной жук. Ближе к теме, ну. Ну, так это как раз и есть тема. Ну, хорошо. А вот вопрос такой, а душевно тебе в Швеции хорошо живется? Да, хорошо. Душевно хорошо, да? А ты вообще сам откуда? Я, в общем, приехал из Санкт-Петербурга. А до этого где-нибудь жил в другом месте? До этого я жил на Украине. В каком городе? В городе Кривой Рог. Ну, а там тебе нравилось? Да, мне там нравилось. Я там закончил два института. То есть ты закончил два института. То есть можно сказать, что ты человек умный. Ну, я не знаю. Ну, смотри, я ни одного не закончил. Ну, я вообще три закончил. Я вообще три закончил. Ты явно умнее меня. Ну, это не говорит о каком-то уме или о чем-то. Просто было приятно учиться. Ага. Понял. Ну, это же лучше, чем на заводе работать или в армии служить. Или грузчиком. Или... Нет, ну, грузчик в Швеции это вообще прекрасно. Работа здесь идет. То есть грузчик в Швеции? Здоровый мужик такой. Ну, можешь вообще. Не пьешь там, не куришь. Мне это же приятно размяться там. Тем более здесь такого напряга нет там. Ну, как грузчик. Я так вижу, что в Швеции профессия грузчика это вполне очень нормальная профессия. Не какая-нибудь там, если грузчик там где-то в России, который там... Ну, грузчик там вообще. А здесь это все нормально. Ясно. Обычная работа. А вот ты бы хотел быть... Поменяться вот шкурой. Быть в моей шкуре. Хотел бы? Вот жить как я. Ну, дело в том, что, во-первых, ты как-то мыслил о физическом, ну, как бы, совершенстве. Ну? А я как-то вот жил вот все время, как никогда не задумывался о физическом своем совершенстве. Ага. Если я, вот, допустим, на велосипеде ездил там на большие расстояния, то это не был спорт. Это просто мое удовольствие. И как-то я... Ну, не было у меня такой мысли задумываться, как бы, о физическом состоянии. Ну, вот, если, допустим, ты, вот, как у тебя прошли тренировки, стояние на одной ноге с закрытыми глазами? Ну, если честно, я забыл про это совсем. Да? Да. А это интересный момент. Я просто забыл, но я постараюсь опять тренироваться. Я думал, что ты уже тут минуту простоишь. Нет, вот подзабыл немного. Ну, как же так можно? Ты же занимаешься, как бы, спортом, физическим, как бы, своим телом. Ты это уважаешь, ценишь. И я, кстати, очень тоже это ценю. Но я просто этим не занимаюсь. Но мне просто было интересно, вот, это зависит ли от физических тренировок? Или это все-таки как-то вот вестибулярный аппарат мозга? Вот, хоть ты тренируешься, не тренируешься. Аппарат мозга. А теперь... А, ну ты же не убедился в этом. Да, 10-ти минуты подходит к концу. Ты должен крикнуть так, сильно-сильно. Чаоп! Крикни. Чаоп! 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 Сильнее! Чаоп! Сильнее! Да, чаоп-чаоп! Вот так. Чаоп! О! Ну! Хорошо ты сказал. Давай, крикни. Чаоп! Ну, ты уже это сделал за меня. Ха-ха-ха-ха-ха!